Силачи из Лентора, Сургутского района, установили новый рекорд России. Александр Зенец и Александр Абдурахманов первыми в стране решили отбуксировать тяжелейший самосвал Белл-Б-35Д. Такую технику в России еще никто не осмеливался сдвинуть с места. Югорчанам это удалось. С нами на прямой связи один из рекордсменов, сильнейший атлет России по силовому экстриму Александр Зенец. Александр, доброе утро. Доброе утро. Слушайте, 28 тонн. Я дома на тумбочку с ужасом смотрю, когда жена просит ее это двинуть, чтобы пропылесосить. 28 тонн, это что-то невероятное. Как вообще пришла в голову такая идея? Ну, изначально такую подобную технику силачи у нас обходили стороной. Никто не рисковал этого делать до нас. Все дело в том, что большой радиус колеса, большой радиус колеса и повышенная сила трения из-за больших протекторов. В этом вся была сложность. И вот нам удалось. Мы первые в России, кто сдвинул подобную технику, практически на 10 метров. А как давно занимаетесь силовым экстримом? И что в вашей спортивной истории было первым? Силовым экстримом я занимаюсь с 2015 года. С 2015 года я для себя открыл этот уникальный вид спорта. Он очень редкий такой, скажем так, не многочисленный. Нас очень мало в стране. Порядка 70 человек, кто занимается этим видом спорта, более-менее профессиональным. Мы друг друга знаем. У нас такое хорошее железное братство. Друг друга поддерживаем на турнирах. Да и вообще в повседневной жизни хорошо общаемся друг с другом. То есть такое, скажем так, силовой экстрим, это если сравнивать, проводить аналогию с армией, например, как спецназ. То есть ты должен быть готов ко всему. У тебя должны быть развиты и выносливость, и абсолютная сила, силовые качества, скорость, даже ловкость. То есть всевозможные разные упражнения. Это должен быть готов ко всему. Ну, на мой взгляд, это, по-моему, один еще из самых зрелищных видов экстрима. Скажите, вот если говорить о Ленторе, я его знаю, там живет моя любимая теща. Он маленький, и весь этот грузовик, по-моему, по размерам больше, чем весь Лентор. Как вообще все это было? Где вы там уместились? Как вам удалось все это сделать? Расскажите. Действительно, это так, да. Когда мы пригнали грузовик на площадь, он занял там практически весь центр площади. Вот, поэтому, ну, была сложность, было задействовано очень много людей. Я выражаю огромные слова благодарности нашему центру развития молодежи «Пересвет» в лице Сергея Геннадьевича Ютина. Именно благодаря нему, благодаря его такой помощи состоялся этот рекорд. Также выражаю благодарность главе Сурбутского района за его внимание к таким вещам подобным. И главе нашего города Лентора Алексея Петровича Луценко. Скажите, а это самосвал карьерный какой-то, или вообще для каких работ он используется? Или его сделали специально для того, чтобы вы его тянули? Да, для разных. В том числе и для карьерных работ, в том числе и для каких-то работ на месторождениях. Его используют очень часто. Но, немножко забегая вперед, я хочу сказать, что на этом мы не останавливаемся. И в следующем году мы столкнемся на мировой рекорд. Уже на мировой рекорд. То есть это будет не один самосвал. Это будет много самосвалов с цепки друг за другом. И стилистически это будет сделано тремя силачами, тремя богатырями. То есть это будет красиво, зрелищно. Для этого, наверное, придется перекрывать целую улицу, чтобы это сделать. Ну вы же понимаете, что в определенный момент наступит такое, что производители техники не будут за вами успевать вот этой тяжелой техники, чтобы вам что-то тягать. Главное, чтобы вам не стало скучно. Скажите, а вообще у вас в активе, если говорить вот о технике, что вы уже тягали, что было уже? Ой, всевозможное тягал. Начиная с 2016 года я перетягал в пожарные машины, загруженные полностью водой. Различные маны на разных соревнованиях. Камазы, маны, трактора, комбайны мы двигали. Все это делается легче, потому что само колесо по диаметру меньше и стартовые усилия нужно прилагать меньше. Здесь же мы действительно рисковали с Александром, со Скалой. Это было рискованно, потому что далеко не каждый сможет подобную технику не то что сдвинуть, а вообще в целом, то есть хоть как-то какое-то движение показать. Здесь нужно было стартовое усилие приложить действительно очень мощно. Слушайте, я уверен, что если я даже в кабину сяду, я не смогу его сдвинуть, если я его и заведу. Скажите, вот если говорить о подготовке, какая группа мышц и только ли мышцы здесь работают, или что еще, как вообще можно подготовиться к такому рекорду? Именно вот прям целенаправленно подготовка заняла примерно месяц. То есть готовились каким образом? Приезжали, тренировались, было, скажем так, было проведено 4 тренировки именно вот с этой техникой, с подобной. Вначале начинали с обычных манов, потом переходили уже к более тяжелым самосвалам. И так постепенно, постепенно с каждой тренировкой нарабатывали стартовое усилие, стартовое давление на самосвал. И уже на финальных тренировках вышли на самосвал, сделали несколько тренировок успешных. И поняли, что нам это по силам, мы можем это сделать. Это невероятное что-то. И еще коротко скажите, сейчас у вас отдых или вы уже подготавливаетесь к какому-то новому рекорду? Сейчас мы готовимся очень активно. Очень впервые у нас, впервые, я скажу, наверное, даже в Югре мы соберем в августе, в конце августа сильнейших атлетов России, сильнейших атлетов России соберем и выявим самого сильного югорчанина. Чтобы этот статус у нас был самый сильный югорчанин, самый сильный человек МАО Югры, этот статус у нас был всероссийским. То есть, чтобы ребята приезжали к нам в Лентор, в маленький небольшой северный городок, и они понимали, что выиграв этот турнир или заняв достойное место, они действительно гордились бы этим званием. Не перевелись богатыри на Руси, никогда не переведутся. Александр, спасибо большое за беседу, вам успехов и новых побед. Спасибо огромное, хорошего дня. Спасибо.